На фоне, далеко не впечатляющих военных результатов своих хозяев в Украине, руководство Армении, что называется, почуяв неладное, начинает в спешке налаживать мосты с Западом. Тут можно вспомнить телефонные контакты не только с грузинскими любимчиками НАТО, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другие. В декабре, когда Пашинян отверг приглашение посетить НАТО, Москва была сильна и не находилась в тисках санкций. Теперь же Армения пытается сбежать с тонущего корабля. Так армянские партии вели себя в годы Первой мировой войны. Так вела себя Первая республика. И так себя сегодня ведут политические правоприемники и наследники тех авантюристов, доведших тогда свой народ до серии катастроф. Однако, если сегодня в этой стране думают, что их двойная игра и примитивная хитрость незаметна на глаз, то они ошибаются. Армянское двуличие. Быть и с Соросом на короткой ноге и пользоваться одновременно зонтом безопасности организации договора о коллективной безопасности. Это очень хорошо видят как на Западе, так и в России. И конец этому непостоянству может оказаться для недальновидных армян весьма плачевным. Почти как в годы после Первой мировой войны. Когда мечты рухнули, как карточный домик. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.